всем привет только что закончил гимнастику со своей группой я сейчас нахожусь в гостиничном номере поэтому интерьер немножко другой кто меня привык видеть в домашней обстановке и я сейчас хочу несколько слов сказать по поводу ну по поводу ютуба у меня тут взрыв произошел на ю тубе один ролик 7 минутная заряжка на берегу моря набрала там по моему 800 тысяч просмотров вот немножко осталось и будет миллион просмотров если дотянет вот и большая к большое количество подписчиков увеличилась сразу и естественно это как бы такая существует норма никуда не денешься кроме положительных каких-то отзывов пишут очень много ну разных гадостей люди которым ну которым я неприятен там чисто внешне или может быть моя дикция может быть мои татуировки и много же там людей которые с отклонением каким-то вот но есть еще комментарии которые ну сфокусировались вот вокруг нескольких вопросов и я сейчас их но отвечу потому что это видео будут просматривать те которые подписались вот за пять за шесть дней буквально там три-четыре тысячи подписчиков сразу меня уже если не ошибаюсь там за 43 тысячи подписчиков с 6 дней тому назад было 34 ночью что-то прямо хлынул поток такой значит эти основные вопросы которые которые мучают людей с какими-то отклонениями физическими или там морально-духовными но обманываю я или не обманываю то есть пишут если он так делает такую зарядку то у него нету куксартроза ну кто вам мешает заглянуть в мой плейлист и посмотреть буквально месяц полтора тому назад я к брат пришел к своему хирургу который мне делал операцию мы сделали рентген и я под камеру слушал его консультацию то есть он рассматривал сначала мой эндопротез который вжился ну за год и 7 месяцев который хорошо обжился потому что мы боялись мы боялись я не боялся но у хирург переживал что мои приседания со штангой могут как-то отрицательно сыграть в сторону заживления оказалось что заживление прошло еще лучшим образом чем чем думалось и сразу же он там же на видео рассказывает о моей второй степени правой ноге который никак не изменилось абсолютно по сравнению там с двумя годами с четырьмя годами с десятью годами то есть она остается в неизменном состоянии при этом я абсолютно не чувствую ее во время своих тренировок я тренируюсь выступаю на соревнованиях и в общем-то меня это никак не трогает ну если быть до конца честным и откровенным при каких-то погодных явлениях при каких-то может быть перегрузках ну я отказался например от настольного тенниса потому что ударная техника ну вот надо понимать понимаете невозможно все рассказать коротком ролике отказался в данный момент потому что процесс заживления год год и семь месяцев идет до протез заживает и нагрузка в любом случае была у меня на правой ноге к на которой 2 степень ударная нагрузка она неконтролируемая и я после нескольких приступов когда я чувствовал что очень болезненно начинал ощущать какие-то мышцы я убрал работу на мешке новый вот для боксеров и боксеров каратистов я убрал работу на мешке любую ударную технику потому что она несимметричная тогда если у вас правая ударная вы стоите в левосторонней стойке и там немножко ноги работают и не несимметричная нагрузка идет то есть для от розника это достаточно неприятно я убрал настольный теннис хотя мы научились с моим товарищем мастером спорта по настольному теннису играть и правой и левой рукой но он меня научил смысле и достаточно хорошо и левой правой но чтобы нагрузка распределялась на две ноги но в любом случае отказались мы от этой истории потому что опять ударная нагрузка это самая серьезная нагрузка и ее очень трудно контролировать потому что бам-бам-бам и это очень тяжело вот во всем остальном я приседаю наклоняюсь со штангами жму подтягиваюсь то есть нету никаких ограничений все нормально поэтому то что вы видите вот эти семиминутные пятиминутные упражнения зарядки для меня это ну обычная жизнь то есть я каждый день самое главное вот я еще хочу сказать у кого есть подозрение в мою сторону вы вот задумайтесь у меня более тысячи человек прошло через меня через мою группу в группе контакта закрытая да то есть кто-то сделал операцию кто-то пришел на реабилитацию кто-то не стал делать операцию потому что не так оказалось страшно то есть он позанимался более отошли кто-то пошел на эльбрус три раза сходил кто-то пробежал полумарафон там у нас вот недавно девушка пробежала 21 километр с коксоартроза поэтому вот все вы которые ядом дышите я еще раз повторяю существует цензура моя то есть я включил кнопку и все ваши комментарии просматриваю я и выкладывают только те которые положительные потому что для чего разводить негатив как кто-то написал он там контролирует комментариев только там хороший когда зачем плохие выкладывать ну я больной человек что ли для чего мне выкладывать плохие комментарии и существует еще но чтоб вы знали существует еще цензура ютуба она блокирует без моего ведома она блокирует не выпускает неприемлемые комментарии но она мне предлагает с ними ознакомиться с какой-то периодичностью у меня окошко высвечивается ведь неприемлемые комментарии для ознакомления там но предупреждают что это грязный комментарий ну я ради любопытства там читаю вот все то есть быть на меня это никак не действует то есть моя жизнь не поломалась от меня не ушла жена у меня как бы в жизни все нормально на меня это не действует то есть я достаточно большой мальчик уже седой пацан и все ваши вот эти рифы я понимаю что я жил я же вас вижу на улице я же ваш ваши больные глаза вот тех людей которые под одеялом при свече пишут гадости я же восстановить на улице вижу такое жалкое зрелище печально там даже как-то и неудобно к вам подходить и как-то иронизировать с вами тогда или какой-то сарказмом говорить потому что несчастные несчастны и если вы еще больны и вы усугубляете это вот этой гадостью потому что некоторые пишут вот я там с такой-то степенью лежу дома ну так как то вам мешает встать там пойти ваша собственная лень ваши страхи ваши внутренние переживания вот только кто мешает вам сделать правильное решение тренироваться заниматься своей ногой там делать компрессы делать вставать по утрам зарядку элементарно да может быть приходится слушать у меня женщина 76 лет она с кровати не вставала потому что ей врачи сказали что вам уже 76 лет вы куда вы встаете вот есть родные она ко мне записалась и через своих там родные там дочка у меня несколько таких случаев было вот это случай который она уже со мной три года занимается она встала в постели так мы сначала там ругались она не могла встать с постели она по стенке держалась все нормально все она тренируется занимается была недавно история когда дочка ради своей мамы тоже включила в группу и и она ведь лежит ничего не хочет делать через месяц она встала все начало делать говорить начало готовить начало убирать но теперь перестала делать гимнастику быть но вы извините там спасибо вам за то что поднялись в постели это женщинам там под 70 лет а некоторые пишут молодые там 30-40 лет они не хотят ничего с собой делать и пишут гадости вот они что вы думаете что от этого у вас заболевание пройдет от того что вы там написали не может быть он обманывает это это такого быть не может я по себе знаю это невозможно какие приседания что он делает вот вы думаете когда вы пишете этого что облегчение как комплекс на вообще возможно обречении приходит потому что есть же люди которые питаются чужой энергии они смотрят на красивых успешных здоровых людей у них просто мозг разрывается у них послабление кишечника происходит им нужно просто грязь вылить для того чтобы как-то успокоить себя ну такие тоже есть на это конечно нужно или психолог психиатру обратиться там или на лечение лечь там пропить какие-то таблетки так что вот все я здесь внизу оставлю координаты страницы свои вконтакты кто хочет вступить группу и тренироваться со мной милости прошу вот по этой ссылке перейдете и напишите мне все пока все потому что вот я 6 дней наблюдаю вот этот взрыв на компьютере мне хотелось как-то вот поговорить вроде ну и там может быть в комментариях напишите вопросы которые вас интересуют напоминаю цензура цензура ребят все всем пока живем без боли